Привет! Не знаю, как у тебя, но у меня в фейсбуке каждые выходные свадьба. Если тебе пока что предложение руки и сердца не поступало, о чем он вообще только думает, у тебя все равно есть классная возможность сделать селфи на свадьбе, пусть даже и не на твоей, особенно если ты подружка невесты. Для тебя подготовка к свадьбе начнется с выбора гармоничного лука для всех подружек невесты. Классический вариант – это одинаковые платья для всех девочек, но тогда не учитываются особенности фигуры. Одной девочке может быть комфортно в этом платье, а с другой оно будет весь вечер сползать. Я очень часто была подружкой на свадьбе и знаю, каких ошибок нужно избежать. Сегодня тебе о них расскажу. Запомни самое главное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать, если ты, конечно, планируешь еще когда-нибудь увидеться с невестой. Белый – только для нее. Оптимальный вариант для подружек – это платья пастельных оттенков. Они смиксуются между собой, даже если они контрастных цветов, например, розового и голубого. Еще один классный вариант – это платья разного кроя, но в одной цветовой гамме. Второе – длина платья. Важно избегать длины в пол, потому что это прерогатива невесты. Запомни, что подружка невесты – это такая работа. Тебе в этот день предстоит очень много поднимать шлейф, расправлять платье для идеального фото, да букет ловить в конце концов. Поэтому идеальная длина до середины щиколотки или до колена. Слишком короткому платью тоже однозначное нет. Во-первых, рискуешь все внимание перетянуть на себя. Во-вторых, скорее всего, на свадьбе будут бабушки, дедушки, невесты, которым это может не понравиться. Если свадьба не пляжная вечеринка, то лучше избежать конфузы и подыскать что-то открывающее, ну максимум, колени. Хорошо бы определиться с плюс-минус одинаковой длиной платья для всех девочек. Я один раз была на свадьбе, где у всех подружек невесты были платья разной длины, и на фото потом получилось не очень гармонично. Обязательно выбери проверенную пару обуви. Я один раз случайно распорола шлейф платья невесты, споткнувшись на новых босоножках. Если покупаешь новую пару обуви для свадьбы, протестируй ее в полевых условиях хотя бы три раза. Классный лайфхак, кстати, это гелевые подушечки для пальцев. Они продлят жизнь твоим ножкам на несколько часов. Ну и, конечно же, возьми с собой пару балеток. После фотосессии сможешь переобуться, и к тому времени подмены уже никто не заметит. В следующий раз я расскажу тебе, как подобрать идеальное платье для первого свидания. Поэтому прямо сейчас подпишись на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Пока!